В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Ключевая тема повестки дня – поиск нового баланса в глобальной экономике. Северная столица в эти дни стала мировой инвестиционной площадкой. В экспоцентре работает и правительственная делегация Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Международному экономическому форуму дали официальный старт. В экспоцентр Северной столицы приехали десятки тысяч гостей, и это только предварительные цифры. Каждый день здесь проходят сотни мероприятий в программе, деловые переговоры, круглые столы и подписание стратегических документов. На площадке экспоцентра, а это примерно 20 футбольных стадионов, развернулась выставка инноваций. Здесь и современные разработки для медицинской, строительной, аграрной отраслей и даже транспорт будущего. К примеру, это опытный образец электробуса. В его салоне нет привычного руля и коробки передач. Разработчики уверяют, что управлять машиной будущего возможно дистанционно при помощи специальной программы. Инвестиции в реализацию инноваторских проектов увеличиваются с каждым годом. Свои ноу-хау в экспоцентре представили более 700 компаний России. Организаторы ожидают, что будет побит рекорд прошлого года по подписанным контрактам. Руководители зарубежных стран, которые приехали на форум, заинтересованы в тесном диалоге и товарообмене. Я хотел бы подчеркнуть, что как особо важный тот факт, что Сербия одна из редких стран, которая подписала соглашение о свободной торговле как с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном, так и с Европейским Союзом, Турцией, государствами, членами ЭФТа и ЦЕФТа. Сам факт, что сегодня присутствуем на уже 21-м по очереди форуме, лучшим образом свидетельствует о важности, успехах и традициях этого мероприятия. Важную роль в расширении зарубежных связей отводят регионам. Глава республики отмечает, что Чувашия открыта для инвесторов. Наши предприниматели ориентированы на сегодняшний день на экспорт производимых товаров. Есть хорошие сделанные шаги, но нам предстоит еще сделать, развивая наши межгоризонтальные связи между субъектами Российской Федерации, объединяя наши лоббистские силы продавать продукции на экспорт. Это реально возможно. Подписывается соглашение о сотрудничестве по внедрению успешных практик магазинов верных решений между Агентством стратегических инициатив и Администрацией главы Чувашской Республики. Сегодня на полях форума региональные власти подписали солидный пакет документов. Чувашская сторона заключила соглашение о партнерстве с Федеральным агентством стратегических инициатив. Команда Агентства стратегических инициатив научила нас комплексно оценивать свои внутренние резервы, используя человеческий и интеллектуальный капитал. В ведомстве обобщают лучшие практики социально-экономического развития субъектов Федерации. Опыт Республики необходимо тиражировать, отмечает руководитель АСИ. Безусловно, в Чувашской Республике есть ряд лучших решений. И мы ждем уже в этом году, будет объявлен новый конкурс, ждем практик, безусловно, от Чувашской Республики. И еще одно соглашение. Глава Республики и губернатор Тюменской области поставили подписи в долгосрочном документе о партнерстве. В этот регион будут увеличены поставки электротехники. В Тюмени ее закупают нефтегазовые комплексы. Сотрудничество будет многопрофильным. Традиционно области, в которых мы обмениваемся, скажем, новшествами и достижениями, это, естественно, агропромышленный комплекс. Потому что и та, и та территория имеет достаточно большое количество людей, которые проживают в сельскохозяйственной зоне. Это тоже одно из направлений, в котором мы сотрудничаем. Ну и, конечно, нельзя сбрашивать со счетов как раз гуманитарное сотрудничество в области культуры. Михаил Игнатьев провел ряд деловых переговоров с руководителями крупных предприятий страны. Представители бизнеса называют Чувашию инвестиционно-привлекательным регионом. Какое место Республика займет в национальном рейтинге, озвучат на полях форума. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Санкт-Петербурга.